Это Вести без Киселева, наш совместный проект реальной журналистики и Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Партия единороссов стремится к нулю. Каждую неделю в разных уголках страны своего члена лишается одно ее отделение. Членство прекращают, как правило, коррупционеры или дорожные убийцы. Хотя нет, славится Единая Россия и настоящими мужественными депутатами, способными избивать пожилых женщин. В Мегионе, например, единоросс Арсаев прямо на глазах у изумленной публики стал наносить удары по голове женщине, высказавшей претензии по качеству его ремонта. Сейчас конфликт перенесен в юридическую плоскость. Арсаеву грозит до двух лет лишения свободы. А еще на этой неделе, начитавшись мертвых душ, отличился и другой единоросс, товарищ Слепцов. Он посчитал, что он, ну, ничем не хуже Гоголя. И замутил свою поэму про мертвых студентов. Вернее, про несуществующих. Причем за пять лет учебы этих призрачных бюджетников Слепцов получил 250 миллионов рублей. Он, кажется, друг ваш? Мошенник. Продаст, обманет, еще пообедается с вами. Короче, как всегда, бублик себе, все остальное народу, на благо которого Слепцов и собирался работать, уходя в чиновничью долю. Поддепутатствовал наш Иван Царевич, посмотрел на своих подопечных и решил, да зачем же я в родную страну недоучек выпускать буду? Лучше пусть дома сидят, а на выпускной я за них сам схожу. Подозреваю, что фамилии Слепцов все-таки брал реальные. Так что, дорогие мои, уточните-ка, может быть, у вас за бюджетные деньги еще одно высшее образование нарисовалось? А вы-то и не знаете. Тех, кого не убил ковид, погубит жадность. Президент России потребовала чиновников обратить внимание на доходы населения. Причем, внимание не должно быть поверхностным. И вот тут я не поняла, это он сейчас о чем? Это типа мы лучше жить стали и надо бы нас потрясти? Так я вам скажу, что у большинства россиян нет доходов, у них одни расходы. Я бы на вашем месте, мистер президент, обратила бы свое внимание на доходы правящего олигархата. Вот там есть чему удивиться. Я ничего там плохого не вижу. И знаете что? Чиновники отреагировали настолько быстро, что своих накопленных в 10 тысячах забеспокоились не только пенсионеры, но и все работающее население страны. Надеюсь, вы-то успели спрятать заначку. Да потому что та августовская инициатива, которую предложил единоросс Исаев, теперь может стать реальностью. Член правящей партии предложил создать так называемую систему страхования занятости, спонсировать которую будут работодатели. А за чей счет? Догадались? Да за наш с вами. Потому что зарплату нам не поднимут. А вот делать отчисления работодателей, скорее всего, заставят директивно. И теперь вот эту инициативу поддержал и сам председатель партии. Народ он же не очень опытный. И когда демократия осуществляется прямо и непосредственно, как во времена Вечи, проходят самые абсурдные решения. То есть фактически нам предлагается еще один налог. Налог на зарплату. То есть каждый месяц мы будем отчислять определенную сумму денег, которую в будущем получим в качестве пособия. Ну если эту самую работу потеряем. А теперь, друзья, поднимите руки, кто в случае потери работы бежит просить помощи у государства. Напишите в комментариях, вставали ли вы хоть раз на биржу труда. Получали ли выплаты и предлагали ли вам подходящее место работы. Вот и посмотрим, как о нас управленцы наши думают. Ковер на стене, на потолке и под ногами. Думаете, пережиток советского прошлого? Отнюдь. Современная Россия. На этой неделе свою развязку получила одно из самых странных дел в отношении теперь уже бывшего майора ФСБ. Вместе с сообщником, воспользовавшись служебным положением, любитель эксклюзива ручной работы присвоил себе 9 дагестанских ковров на общую сумму 6,5 миллионов рублей. А наказание, знаете, условный срок и штраф в 300 тысяч рублей. Ну и, конечно, ковры желательно было вернуть на родину. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же поиграл. Причем до суда подозреваемый находился на подписке о невыезде. Ничего удивительного, ведь в отношении чиновников и госслужащих в России уже давно действует принцип «больше украл, меньше получил». Между прочим, вы меня не так поняли. Конечно, не так. ФСБшник – это же не пенсионерка Шакурова, которая за кражу кетчупа и сахара на 70 рублей тоже получила условный срок и рекомендацию председателя Союза пенсионеров устроиться на работу. Аппетиты разные, а наказание одинаковое. Дурной пример заразителен. Вслед за конкурсом на проведение нового года для МИД России подобным правом решили воспользоваться и другие участники госструктур и корпораций. Рособоронэкспорт, входящий в состав Ростеха, например, заявил о необходимости культурно развиваться и заключил с Большим театром контракт на покупку полугодового абонемента в шестиместную ложу основной сцены. Сумма контракта составила 10,5 миллионов рублей. Ложу в Большом госкомпания выкупала и ранее. Тогда сумма годового контракта составляла 16,5 миллионов рублей. Отказаться от искусства в новом сезоне госслужащим не помогла даже пандемия. Болезнь болезнью, а театр по расписанию. И пусть ковид подождет. Вот такой была эта неделя в России. Друзья, я напоминаю, что наш канал называется Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии, пообщаемся. Помимо меня на канале есть и другие проекты, в том числе интересные журналистские расследования. Так что каждый найдет для себя что-то интересное. Ну и добавляйтесь в друзья, мы есть во всех соцсетях. Я благодарю вас за внимание, всех люблю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok